Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Лилия Донскова. Сегодня у нас будет обзор новинки от компании Ariflame. Это мультизащитный крем из серии Optimals с SPF 30. Он приходит крем в коробочке. У него объем 30 миллилитров. Я всегда обращаю ваше внимание на объем, чтобы вы потом не огорчались. Например, на картинке увидели, что крем такой огромный, а придет вот такой вот маленький малыш. Но почему я решила его заказать? Дело в том, что для меня это очень удобный вариант взять с собой в дорогу. А я как раз собираюсь на 10 дней сейчас уехать на отдых. Буду очень много гулять. Поэтому для меня крем с высоким SPF фильтром очень актуален в маленькой легкой упаковке. Но 30 миллилитров это конечно много. Такого крема на 2 месяца точно хватит. Может даже больше. Итак, сейчас будем его тестировать. Делаю это первый раз. И прежде чем наносить крем на лицо, обязательно его нужно очищать. Я очень люблю серию Novage и очистила лицо уже предварительно специальным гель-тоником для лица, который мне, кстати, нравится. Вот если вы видите, я прямо только лицо помыла. Кожа матовая, гладенькая. Но, конечно, хочется нанести крем. Она не стянутая кожа, но хочется крем нанести быстрее. Ну и что? Начинаем пробовать. Очень удобная крышечка. То есть один поворот и крем упал. Вот. Хорошо, что здесь есть раковина. Очень удобный дозатор. То есть маленькую капельку. Но я вот обычно крем наношу вот сюда. Небольшую такую капельку нанесли. И хранить его лучше крем в перевернутом виде, чтобы он все время вот был уже на выходе готов к тому, чтобы мы его начали применять. Вот. И я беру крем, всегда подушечками пальчиков аккуратненько, и раскидываю маленькие такие точечки по лицу, а потом его просто вбиваю. Челку заколоть. Ну ладно, вот так сделаю. Крем нужно везде и на лоб наносить. На нос, на лоб, на шею, конечно же. Мало взяла. Небольшое количество. Крем не жидкий. Вы видели, я каплю нанесла. Она не не растеклась. То есть это крем хороший такой крем. И аккуратненько пальчиками наносим крем на все лицо, распределяем. Если заметили, я все время двигаюсь по массажным линиям. Это линии наименьшего натяжения кожи. Если посмотреть, как они расположены, то мы всегда лицо визуально делим на пополам и двигаемся от середины подбородка к мочкам ушей, потом выше, от крылоноса к вискам движения, лоб в стороны. То есть это такие правильные линии. Кстати, крема немного, но по ощущениям его достаточно, чтобы на шею, конечно, нужно еще нанести. Еще капельку. Такую возьму. Он очень вкусно пахнет. Но у него такой аромат тонкий. Я не люблю, когда ароматы от кремов слишком резкие, что они даже будут перебивать аромат парфюма. Мне это абсолютно не нравится. Поэтому я предпочитаю, пусть у него будет либо полностью отсутствует запах, либо он будет такой ненавязчивый, что я его еле-еле чувствую. Видите, как я двигаюсь на шее. То есть передняя часть шеи вот эта вот передняя вверх. Потом я ухожу в стороны и опускаюсь вниз. То есть мы таким образом усиливаем кровоток и кровь быстрее поступает в лимфу, где она очищается. Потому что лимфоузы у нас как раз в этой зоне и где-то здесь. Можно посмотреть в интернете по картинкам. То есть мы помогаем крови быстрее проследовать в центр очищения и она выходит на выходе чистенько. Благодаря этому кожа получает больше кислорода, кровь быстрее двигается, клетки лучше обновляются. Ну давайте посмотрим, что я вижу. Конечно нужно, чтобы несколько минут прошло после того, как крем нанесли, чтобы делать какие-то выводы. Но первое впечатление, что крем хорошо наносится. Лучше его носить не размазывая, потому что он хоть и жиденький, но в то же время он не скользит по коже. То есть лучше его вбивающими движениями вот так наносить, как мы это называем, пальчиковый дождь. Вот так вот делаем пальчиковый дождь. Так, потом, что я вижу? Нету липкости, да, вот чистой стороной. Кстати, есть чуть-чуть ощущение. Вот у меня рука прилипает, но крем еще не впитался абсолютно на лице. Просто нужно чувствовать, мешает мне этот крем или нет. Но есть немножко вот такое ощущение, что на мне крем. Кстати, я не очень люблю такие впечатления, но крем защитный, поэтому он может быть сначала первое время таким тяжеловатым для лица. Но не могу сказать, что это ужасно и невозможно. Нет, в принципе. Конечно, если вот так вот, прям стараться найти подвох какой-то, да, какой-то недочет, его всегда можно найти при желании. Но, в общем, крем приятный. Вы видите, что нет такого сального блеска, да, чуть-чуть кожа блестит, но я в любом случае просто чисто с кремом никогда не выхожу на улицу. Следующий слой будет идти, это тональная основа, немного пудры, да, лицо освежая румянами, хайлайтер. То есть я все время делаю несколько слоев макияж, поэтому, ну, просто один крем, он, конечно, не остается. Да нет, очень даже приятненький крем. Все, вот он впитался и все хорошо. Запаха нет резкого. Приятный продукт. В общем-то, на лето я рада, что вышел продукт доступный, потому что не каждый может себе позволить взять серию Novage, это, ну, в разы дороже крем. А с SPF 30, не так, да, кремы, в принципе, они дорогие. Я считаю, что это очень доступный продукт для всех, и пользоваться может каждый человек и должен пользоваться, потому что защищать кожу надо. Потому что, когда она стареет, мы такие уже начинаем думать, что же я раньше не использовала какой-нибудь солнцезащитный крем. Поэтому лучше начинать пользоваться с молодой, ухаживать за кожей, защищать ее, предотвращать появление пигментации, морщин. И тогда вам будет всегда приятно смотреть на свое отражение в зеркале. И с возрастом вам будут говорить еще больше комплиментов. Потому что, ну, одно дело, когда молоденькая девочка, классно выглядит у нее кожа, там, как персик. Конечно, это однозначно красиво и это естественно. А вот когда взрослая женщина, например, как я, 45+, выглядит хорошо, да, достаточно хорошо. И при этом я не трачу деньги на косметолога. Я только пользуюсь сериями от компании Арифлейм и продукцией Wellness. И это круто, когда мне говорят, что я выгляжу на 35 лет, там, на 30 даже бывает, что некоторые не могут определить возраст. Это очень приятно. Поэтому надо заботиться о коже с раннего возраста. Я вам этого желаю. В Арифлейм всегда есть продукция, которая нам помогает решать разные вопросы. И надо этим просто пользоваться. Ну вот. Прошло как раз несколько минут, пока я с вами разговаривала. Ну и вот приятные ощущения на коже есть. Легкий блеск я все равно вижу. И вы, наверное, увидите. Специально выдвигаю лицо. Но это не смертельно, не страшно абсолютно. То есть, крем вот специально, он не ожирнит кожу. Он ее так немножко увлажняет и защищает. Вот. Что скажу? Продукт мне понравился. Рекомендую. Есть в нем очень много положительного, то, что нам нужно. Поэтому рекомендую. Пока он в каталоге идет с такой хорошей скидкой. Балуйте себя, заказывайте. Если вопросы какие-то есть, пишите в комментариях. Если видео полезное, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. GoPro Stop Video